Добрый вечер всем тем, кто решил проверить, что мы приготовили для вас сегодня. Мы находимся в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, чтобы поделиться с вами незабываемым мероприятием, которое может претендовать на события года. Юрий Башмет, Денис Мацуев и Московский государственный симфонический оркестр «Новая Россия» сегодня в Одессе и подарят нам свое незабываемое звучание. Денис Мацуев, пианист, заслуженный артист России, виртуоз Великой Русской Школы. Технические навыки Дениса Мацуева без преувеличения фантастичны. Денис Леонидович, добрый вечер. И мы очень рады, очень рады видеть вас в Одессе. Как я рад видеть, вы не представляете. Вы же не первый раз уже здесь. Я восьмой раз здесь. Больше чаще, чем вы здесь были. Мы здесь живем, точно не чаще, чем мы. Вот я знаю, что у вас, да все это знают, у вас очень плотный гастрольный график. Я вот читала, что вы максимум из 36 дней в году можете побыть до дома. Не, а бывает так, что ночей. Хорошо, а вот есть, вы часто гастролируете, может быть, есть где-то какое-то более-менее такое похожее место, и вот вы чувствуете себя вот как дома и любите туда возвращаться. Ну, я в этот момент, конечно, должен сказать, что в Одессе, я и скажу, что в Одессе, но еще есть такой город Иркутск, в котором я родился. Действительно, это мой дом, это моя родина, где я действительно чувствую себя как рыба в воде и попадаю в атмосферу своей 20-летней давности. То, что касается Одессы, я вот сейчас, когда зашел в этот театр, я сразу вспомнил. Я просто очень внимательен к разным датам, у меня с памятью пока все в порядке. Я помню февраль 93-го года, это был юбилей школы Столярского. Я, будучи учеником Центральной музыкальной школы при консерватории, приехал сюда со своим педагогом в страшную разруху. Вы, может, помните, что это было за время? Февраль 93-го года, не было ни света, ни воды, но было здесь что-то такое, что меня запомнилось на всю жизнь, потому что и старшие поколения, и средние, и младшие это все собрались, и мы начинали отмечать вот этот юбилей знаменитейшей школы, которую мы окончили, думаю, что одни из самых гениальных музыкантов на свете, начиная от Рихтера, Гильса, Уэстраха, Стерна и многих моих других. Понимаете, я тот вечер запомнил на очень долгое время, и что-то внутри у меня... Вообще, когда я приезжаю в Одессу, здесь что-то такое, безусловно, не очень, не самое простое место. За что все любят Ак-Одессу? Чем вам она нравится? Знаете, в первую очередь за публику, не за юмор, это все понятно, я обожаю юмор, я вообще, людей без чувства юмора я просто боюсь, если честно говорить. А вот публика, которая очень непростая здесь, и намоленная, и много чего повидавшая, здесь ее, чтобы захватить, нужно не один раз сюда приехать, поэтому я вот восемь раз здесь переездил, и каждый раз это был как первый. Я обожаю эту публику, она мне не сразу удалась, скажем так, потому что это нелегко было завести этот такой виртуальный роман с этой публикой. Я очень рад, что я опять с ней сегодня встречаюсь, и еще через месяц приеду. У нас будет благотворительный концерт с моей командой, джазовый уже, это будет мой первый джазовый концерт в Одессе, и сборы этого концерта пойдут на памятник Бабелю, который будет здесь, в Одессе. Юрий Башмет – уникальное явление в современном музыкальном мире. Его великая заслуга в том, что он сделал альт полноправным солирующим концертным инструментом. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» был создан в 1990 году указом правительства Российской Федерации. В 2002 году за дирижерский пульт встал народный артист СССР Юрий Башмет, открывший качественно новую страницу в истории коллектива. Для Одессы, мне кажется, это такое мероприятие, которое нельзя пропускать просто. Все, когда приезжают такие люди, такие таланты, ну, это надо увидеть просто. Если кто побывал на таком концерте, это запоминается на всю жизнь, я так думаю. Праздник классической музыки. Мы в оперном театре, к нам приехали 120 музыкантов из Москвы. Два гения просто классической музыки. Вот как вам? Ну, на мое мнение, Денис Мацинов просто великолепный музыкант. Наверное, это мой, как бы... Кумир. Кумир, да. Кумиров вообще нельзя создавать, но человек просто великолепный. Я думаю, для классической музыки мы сделаем исключение. А вам как? Ну, конечно, концерт потрясающий. Мне очень понравилось. Я сама... Мы сами пианистки, поэтому для нас это великий праздник, можно так сказать. Вот. Почаще бы таких концертов, таких событий, таких встреч. Так, пианистки. Любимые композиторы? Не знаю, наверное, Шопен, Рафанинов. И Гершвин. Добрый вечер, и так приятно видеть вас здесь. Добрый вечер, добрый вечер. Взаимно. Как ваше отношение к классической музыке? Ну, я очень люблю классическую музыку. Я занимался музыкой в детстве. На чем играли? Ну, пианино некуда было поставить, на аккордеоне играл. Маленькая квартира была. Но, тем не менее, да, то есть в душе я музыкант, а классическую музыку очень люблю. Признайтесь, пожалуйста, нам, над каким произведением классическим вот у вас прямо вот дрожит сердце, и вот вы готовы расплакать? Вы знаете, я очень люблю Чайковского, очень люблю Рахманинова. Вот. И я люблю еще очень Шопена. Ощущения такие на уровне полета. Потрясающее исполнение, и техника, и выбор произведения удивительный. Просто для Одессы это очень уровневое, показательное событие. Благодарим концертное агентство «Империя солнца» за помощь в проведении съемки, а в особенности Иванова Светлана и Тишина Ивана. Я приветствую всех, кто участвует в этой тусе. Это действительно занимательное мероприятие. Я сам люблю тусоваться, ну, в хорошем смысле этого слова, когда окружают тебя самые, так сказать, талантливые юморные люди. А в Одессе всегда с юмором было все хорошо, и с каждым разом, когда я приезжаю в Одессу, я чувствую, что здесь что-то такое меняется в хорошую сторону. Я всех вас поздравляю, пока непонятно с чем, но с какой-то тусой, видимо, у вас тут. Поэтому я вам всем желаю добра, здоровья, романтизма, импровизации. И я пошел на сцену репетировать, потому что до концерта осталось 10 минут. Спасибо, всего доброго, будьте здоровы.